только посмотрите на эту красоту дорогие друзья у меня на канале сегодня я к вам но с очень вкусным рецептом будем готовить чебуреки на тесто возьмем молоко и молоко разведем водой один к одному нам понадобится пол литра жидкости конечно вы спросите а можно приготовить только на воде я скажу можно но так вкуснее сюда же добавляем одно яйцо всегда я разбиваю лицо отдельно в миске вдруг она испорчена до на этот случай добавляем одну чайную ложку сахара одну чайную ложку с небольшой горкой соли все это перемешиваем это не заварное тесто я муку горячей водой не завариваю теперь постепенно вводим мука у меня как обычно в контейнере уже просеяно на пол литра жидкости уходит килограмм муки ну и конечно же всю муку сразу не добавляем потому что мука идет везде разная с разной влажностью чтобы не забить тесто мукой сколько муки потребовалось тесту я добавила и теперь хорошо вымешиваю до гладкости тесто не должно приставать к рукам и к миске весь остаток я вымешиваю и продолжу хорошо вымешиваю тесто вот такое во первых пористость есть во вторых видите оно сухое не прилипает к пальцам все значит мы с вами достаточное количество муки добавили хорошо вымесили теперь естественно нужно дать тесту отдохнуть а в это время мы с вами успеем приготовить начинку для приготовления фарша сегодня я взяла говядину хочу отметить какую часть именно беру для приготовления таких нежных блюд скажем бедерную часть мои дорогие и часть шейки чуть ширком без жира решайте сами лично я знаю что мои не любят ширное мясо поэтому я где не встречу чуть-чуть жирок я убираю шейка вообще придает нежность смотрите какая красота я вот так частями между прочим выкладываю в холодильник и уже когда мне нужно что-нибудь приготовить я часть шейки достаю и перекручиваю с остальным мясом могу взять грудку индейки и часть шейки говядины получается очень вкусно теперь перейдем к руку на килограмм мяса беру пол килограмма лука вот если не любите лук значит этот рецепт не не для вас мои хорошие лук я могла пропустить после мяса через мясорубку но я предпочитаю делать так либо в блендере не вручную знаете что это вызывает слезы поэтому предпочтительнее через блендер почему через блендер измельчаю лук потому что так я могу контролировать степень измельчения чтобы не прям кашеобразный получился лука вот знаете вот так вот как будто очень мелко сами же измельчили и буду здесь солить вот пока что положу одну столовую ложку так с небольшим верхом и вот так вот перемешаю так лук выпустит свой сок после чего добавим к мясу видите какой жидкий лук стал это уже от соли теперь весь лук добавляем к мясу добавляем самую важную приправу черный молотый перец и и больше ничего и все это хорошо перемешиваем по мере перемешивая добавлю еще чуть-чуть обычной холодной воды сочность мясу даст лук и чуть-чуть еще добавлю воды от сочности мяса будет зависеть сколько мы сюда воды добавим то есть от 100 миллилитров до 200 вот такая должна быть костенция видите смазывающийся чтобы было легко нанести по тесту вот так жижа не нужно сделаем шарики из теста весом по 50 грамм или чуть больше чем грецкий орешек лично я всегда люблю взвешивать тесто но важно сделать обязательно вот такой гладкий колобочек чтобы потом когда будем раскатывать тесто раскатывалось гладко и так дальше обязательно накроем чтобы не заветрилось тесто а там у меня уже на заднем фоне разогревается масло берешь жарку посыпаем шарик теста мукой вот так вот разогнем и крутим 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 у нас получится ровненький кружочек теста красота если есть мука вот так и эта мука дальше будет гореть поэтому мы ее по возможности уберем теперь возьмем где-то вот такую хорошую столовую ложку так намажу от лука мясо уже темнеет это нормально естественно второй частью накрываем убираем воздух очень хорошо можно будет причинить если здесь останется хоть малейшая дырка естественно сок просочится в масло и будет фейерверк вот так моя хорошая и вы знаете да что характерный узор так скажем для чебуреков это всегда вилка вот я люблю вот так хотя у меня есть еще приспособление но это долго поэтому я всегда обхожусь вилкой дальше здесь у меня рулон пергамента чуть-чуть накоплю штучки 3-4 накрою дальше вторым слоем там буду жарить здесь буду опять формовать конвейерная работа я люблю чтобы будут там пирожки будут чебуреки пончики будут готовить там есть угощать не люблю копить потом все это холодное чтобы елась или разогревалась нет ну такое дело кто-то готовит а кто-то балуется потом вот эти вот края будут хрустящими а внутри сочное вкусное все вот смотрите дошла теперь следующий кладу просто на пергамент тесто не липнет есть возможность накопить вы можете просто все так накопить потом жарить получилось у меня 29 штук из данного количества теста плюс-минус 55 грамм то есть вы ориентировочно 25-30 штук у вас получится осторожно не накалите тесто случайно опустим сюда кусочек тесто тесто всплыло значит масло готово огонь чуть выше среднего начинаем жарить чебуреки видите я положила в масло и по чебуреку тонул в масло так должно быть должно быть достаточное количество масло должно обеспечить эффект тесто когда увидим что золотятся края переворачиваем доставим красавчик и так дальше только посмотрите на эту красоту вот такая красота посмотрите какой шикарный румянец у этого теста какие пузыречки ну и попробуем обедение шикарное тесто все мои хорошие рецепт как всегда под видео может быть иногда с небольшим опозданием но он всегда под видео спасибо что смотрели мотивировались на приготовление такую еду лично я предпочитаю есть дома спасибо что были со мной смотрели это видео и что такие замечательные у меня до новых очень вкусных встреч я пошла жарить вот я